В золотой обители Будда-Шак-Ямуни в Элисте уже много десятилетий молятся, чтобы не было засухи и вода пребывала. Ведь своей природной, пригодной для питья воды в республике нет до сих пор. Проблема качественной воды настолько насущна, что в главном хуруле Калмыкии об этом молятся каждый день и монахи, и простые люди. И вот свершилась пригодная питьевая вода нашлась, правда, не в Калмыкии, а у соседов в Ставропольском крае. Так как в Калмыкии своей воды не очень много, здесь, на территории Ставропольского края, пришлось организовать настоящее посольство воды. Посольство, самое настоящее. Вот послы воды заглядывают в люк резервуара. Первая и такая ожидаемая. Уже идёт границы под высоким давлением и по карбоновым трубам. В это трудно поверить, но прямо под нашими ногами, на глубине 300 метров, находится гигантское реликтовое озеро пресной воды. И оттуда воду мощными насосами поднимают сюда, в этот резервуар. И уже отсюда вода почти 200 километров идёт до столицы Калмыкии, Элисты. Ну что, пускаем воду. Это насосы уже на территории Калмыкии. Прокачивают воду дальше к столице. Александр Сорылов в Элисте всю жизнь живёт. И всю жизнь с ведром у собственного колодца. Пищу варим мы родниковой водой. С Ростовской области привозят. Машины, цистерны заливаем. Очистка привозной воды и из скважин в Калмыкии бизнес самый прибыльный. Очищают хорошо, но вода в бутылках – дорогое удовольствие. И вот она первая. Почти бесплатная. Первый, кто опробовал – сторож водоканала. Что, можем попробовать? Да, можно выпить даже. Очень мягкая. 5 миллиардов инвестиций, 200 километров труб и высокотехнологичное оборудование. Ставропольская вода пришла в Калмыкию. Её уже проверили в Роспотребнадзоре. Пить можно. Буддийские монахи восхваляют Будду и государство. Пусть вода не заканчивается.